Мне сказали, что у меня перед ними задолженность. Теперь номер у меня в черном списке. Коллекторы звонят Валерии Ромашковой с начала лета. По их словам, девушка не оплатила услуги интернет-провайдера. Договор она заключала еще в 2012 году и всего на три месяца. Как заверили в компании, когда платежи перестанут поступать, он автоматически аннулируется. Но все оказалось гораздо сложнее. В итоге мне стали приходить смс-ки через некоторое время о том, что у меня задолженность. Я позвонила оператору. В ответ мне сказали, что договор у меня не расторгнут, мне нужно приехать, написать заявление. Но и после этого навязчивые смс не прекратились. И затем позвонили коллекторы, которые выкупили долг, и уже им девушка якобы обязана выплатить 10 тысяч рублей. Таких историй в интернете полно. Долг 4 тысячи рублей. Оператор связи продал коллекторскому агентству. После чего начались звонки и смс. Приходило письмо с суммой уже около 10 тысяч рублей. Начали пугать судом и статьями. Долг за услуги кабельного ТВ. Угрожают уголовной ответственностью и передачей дела в суд. Обратиться в суд коллекторы могут только при наличии договора переуступки требований. Но, как правило, большинство из них действуют по агентскому договору. То есть просто представляют интересы кредитора. Мы только работаем на, как бы сказать, на общение с клиентом. Когда с клиентом пообщаешься, ну, как бы понимаешь вроде его, он понимает нашу работу. Ну, понимаете, я не хочу быть каким-то, знаете, с молотом подходить к человеку и говорить, ты плати. И уж, конечно, ни о каком изъятии имущества не может быть и речи. Такое право есть только у судебных приставов. Впрочем, чтобы избежать общения и с теми, и другими, юристы советуют заранее все предусмотреть. Обязательно при расторжении договора необходимо копию заявления на расторжение договора заверить, то есть как входящую документацию оформить и сохранить. Если пишется заявление на досрочное погашение задолженности по кредиту, в обязательном порядке. То есть необходимо это заявление, когда регистрируете, уточнить точную сумму данной задолженности. И обязательно и там, и там взять справку об отсутствии задолженности по договору. В случае Валерии, если дело все же передадут в суд, доказательством того, что договор был расторгнут, может стать отсутствие уведомления задолженности. Ведь если эта сумма нигде не зафиксирована, то что тогда требовать? Кому-то там по телефонному звонку я оплатить ничего не собираюсь. Анастасия Макеева, Артем Суханов, Тюменское время.